Каждый год в День Конституции накануне в торжественной обстановке паспорта вручают юным белорусам. И сегодня эта традиция была продолжена. Свой главный документ из рук известных соотечественников и представителей власти получали спортсмены, победители Олимпиады творческих конкурсов из всех регионов. Ольга Медведь наблюдала за волнительными моментами. Получать паспорт и вот очень волнительно как-то это переход в новую большую взрослую жизнь. Это очень большая ответственность. Для Юли, как и для многих молодых белорусов, сегодня большое событие. В руках самый главный документ уже взрослой жизни. Она признается, что этот день запомнит надолго. Ведь просто получить паспорт это одно, а вот когда его вручают настоящие чемпионы, это совсем другая олимпийская история. Меня переполняла гордость, что у нас в Беларуси есть такие умные, талантливые люди. Вы знаете, нужно стремиться, нужно развиваться, но в первую очередь нужно быть человеком, оставаться чистым, духовно внутри. Формально документ могли просто выдать в паспортном столе. Другое дело, когда это происходит в декорациях, где принимаются важнейшие решения закона и справедливости. И в новом здании Конституционного суда сегодня тоже состоялась торжественная церемония. Для меня сегодня это очень важный день. Очень большая ответственность потом возлагается на меня. И для меня это волнительно. Также недавно и в Музее Белорусской государственности звучали поздравления с новым статусом полноправного гражданина Беларуси. Здесь ребята получили паспорта из рук главы администрации президента Натальи Качановой. Участник в общественной жизни члену областного совета старшеклассников. А в Центральном районе сегодня нестандартно подошли к организации праздника. В городской ратуши 18 избирателей встретились с депутатами, чтобы в неформальной обстановке обсудить самые важные вопросы. Заявления на участие в таком диалоге подали почти 4000 человек. 18 из них выбрали случайно. Ведь кроме разговора их ждали и настоящие сюрпризы. Администрация района пообещала оказать на выбор некоторые услуги. Например, помочь в открытии банковского счета или даже договориться об услугах ЗАГСа в любое удобное время. У каждого конкретного округа есть своя особенность местной проблемы. И вот эту местную проблему напрямую к народному избраннику можно сегодня просто изложить. Которую проблему вправе избранник взять как наказ, взять на контроль и совместно с администрацией района, в течение четырех лет будучи избранным, реализовать этот наказ совместными усилиями Совета с исполкомом и администрациями района. Не случайно именно сегодня и октябрято всех районов столицы произносят торжественные обещания. Быть честными и отважными пионерами. Десятки школьников получили красно-зеленые галстуки и пионерские звезды. Несмотря на юный возраст, они уже точно знают, что обозначают эти атрибуты. Мама мне иногда рассказывает, как это быть пионером. Это человек, который участвует во всем возможных конкурсах, берет шеста над октябрятами, помогает природе, убирает. И мне кажется, что это великая честь. День Конституции в нашей стране отмечают каждый год. Но далеко не каждому белорусу посчастливилось увидеть своими глазами тот самый первый основной закон суверенного государства. Эксклюзивный документ 1994 года впервые видит публичный свет, напечатанный на машинке в 30 страницах с поправками от руки. Это плод почти четырехлетней работы парламентариев, специалистов в области права и граждан, вносивших свои замечания и предложения по проектам, которые публиковались до народного обсуждения. Процесс ее создания был достаточно длительный, непростой, но, тем не менее, стремились учесть лучший опыт, который существовал на то время, и учесть, кроме всего прочего, и свои исторические наработки и законодательные акты, которые существовали в нашей истории. Кожен хотел бачить и конституцию, документ, який не был бы изменным, не был бы отповедальным помогнением людей. И эти дискуссии были мощными и до сессий, и на сессиях. И просто тому, что, напевно, может быть, у першиню у таким широким масштабе долучались до створения конституции. Конституция — это закон, по которому живет современная Беларусь. Конечно, законотворчество — живой процесс, который отражает происходящее вокруг нас изменения. За 24 года новейшей истории дважды вносились дополнения и в основной закон страны по результатам референдумов в 1996 и 2004 годах. Это и право на жизнь, и на работу, и на самореализацию. Это самое важное. И это важнейшие принципы, они адлюстрованы в современном законе, тем больше, что он принят на референдуме. Тем больше, что он принят гражданами Беларуси асенсована, продумана. И, я думаю, его ждет очень долгое жизнь, как и беларусь. В этом документе прям квинтэссенция государственных идей, чаяний и надежд всех тех, кто считал, верил и боролся за то, чтобы у беларусов была своя независимая республика. Исторической основе современной беларусской конституции может позавидовать, пожалуй, любая страна континента. Кстати, первой конституцией на территории не только современной Беларуси, но и Европы, был статут Великого княжества Литовского, этническим центром которого являются наши земли. Свод законов наших предков был издан в 1529 году и состоял из 13 разделов, включавших 283 статьи на старобелорусском языке. К слову, в преамбуле конституции нашего молодого государства имеются отсылки к многовековым традициям беларусской государственности, которые в свое время были закреплены статутами. В музее беларусской государственности, который многие называют одним из самых инновационных, издание современной беларусской конституции занимает почетное, центральное место. Книга на пюпитре, который использовали при инаугурации нашего президента. Так как это основной закон, он действующий, поэтому оригинал конституции сегодняшней хранится у главы государства. У нас в музее представлена копия. На сегодняшний момент уже, естественно, немного он отличается от оригинала, так как был изготовлен в 2012 году. Современная конституция уже имеет кожаный переплет с тиснением и цветным изображением гербы. Конституция – это фундамент государства и общества. И в интересах тех, кто сегодня получил паспорта впервые в жизни, беречь и чтить основной закон, чтобы жить в стране без потрясений. Ольга Медведь и Алексей Мартиненок, агентство теленовостей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!